Добро пожаловать в Пхенчан. В столицу 23-х зимних олимпийских игр пытаются привлечь иностранных туристов. Их число после завершения соревнований снизилось на 90%. Чтобы улучшить ситуацию, местные власти организовали международную конференцию по развитию туризма. И среди ее участников был наш корреспондент Владиславцой. Улицы Пхенчана после завершения Олимпиады снова опустили. Хотя еще в феврале прошлого года в местных гостиницах не было свободных мест. Олимпиаду посетили больше 1 миллиона 300 тысяч туристов. Сейчас самые современные олимпийские объекты практически не работают. Ведь зимние виды спорта не популярны среди южнокорейцев. Не привлекает их и отдых в Пхенчане, который считается самым холодным регионом страны. Местные власти решили разработать стратегию по привлечению иностранных туристов. И для этого организовали международную конференцию. Мы планируем провести молодежные зимние олимпийские игры, а также конференцию представителей олимпийских городов в 2021 году. Кроме того, мы подали заявку на организацию тренировочного лагеря по борьбе перед летними олимпийскими играми в Токио. Есть еще порядка 10 международных мероприятий, в том числе соревнования по шахматам и тайквондо. Но не только лыжными трассами и красивой природой богат Пхенчан. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты и поправить здоровье. Сделать это можно в буддийских храмах. Этому, например, почти полторы тысячи лет. Туристы живут в храме. Здесь они отказываются от вредных привычек и медитируют. В меню только растительная пища. Чайная церемония длится около получаса. Посетителям под приятную музыку предлагают три вида чая. У меня, например, чай из цветков лотоса. Он помогает избавиться от депрессии. Многовековые парки и буддийские храмы показали иностранцам, проживающим в Сеуле. На встрече с главой уезда они поделились своими идеями по развитию туризма в Пхенчане. Есть много стран в Азии, где нет гор и снега. Поэтому многие любители зимних видов спорта вынуждены тратить много денег на поездку в Европу. А Корея рядом, и здесь прекрасная инфраструктура. Можно организовать лыжные туры. Этим воспользуются жители таких стран, как Таиланд и Вьетнам. Здесь много олимпийских объектов и оборудования, но их можно использовать не только для спортивных, но и музыкальных мероприятий. Хороший пример — Берлинская стена. Там проводят рок-концерты. Олимпиада в Пхенчане запомнилась тем, что впервые за много лет спортсмены Республики Кореи и КНДР выступили как одна команда. А после игр прошли три саммита глав двух государств. Участники конференции предложили продолжить миротворческую политику. Поэтому не исключено, что в Пхенчане еще не раз встретятся представители Северной и Южной Кореи. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.